Не имея собственных организаций, представляющих и отстаивающих их интересы, евреи в СССР оказываются во многих случаях беззащитными перед лицом антисемитизма. Хроника текущих событий 61. Из письма евреев-отказников 26-му съезду КПСС. Здравствуйте! Это программа «Параллели событий. Люди» в эфире «Голоса Америки» и Нателла Балтянская. Мы находимся в здании Евроазиатского Еврейского Конгресса. При поддержке и непосредственном участии National Coalition Supporting Eurasian Jewry мы расскажем вам о том, как зародилась и во что выросла организация, которой так не хватало евреям-отказников. Мы знали, что вообще создание организации – это один из самых опасных вообще моментов. Организация – это была за той красной чертой, которая, как мы представляли, лежит между нами и тюрьмой. Кашировский нас собрал и в шутку сказал «Ребята, мы делаем еврейское правительство». Тогда, собственно, и родилось название «Машка» – сокращение слов «Мадонна, что я кабера», что значит «клуб крепкой выпивки». Впервые появилось понимание того, что, по всей видимости, без борьбы с самим режимом невозможно будет решить уже и основную проблему выезда. Группа ребят договорилась о том, что мы должны попытаться создать такой координационный комитет, который бы более-менее пытался сохранить центральное русло движения. Оно включало в себя заботу о узниках Сиона, заботу о их семьях, оно включало в себя преподавание евриток. «Машка» – это была группа из восьми человек, каждый из которых был влиятелен. Мика Членов занимался культурой, Фульмахт занимался сам издатом, Алик Йофф отвечал за все научные круги, там был ряд научных семинаров. Нафтали Хазанов занимался подготовкой аналитических заметок вместе со всеми нами, там были люди, которые отвечали за детские садики, за школы, за связь с узниками Сиона, всегда сидело около 25-30 человек, значит, нужно было отслеживать это все, нужно было помогать, значит, там финансовая часть была непростая очень. Были люди, которые занимались помощью медицинской людям в отказе. В «Машке» было восемь человек. Это был супер засекреченный орган, эта «Машка», она сыграла свою большую роль в движении. В самые мрачные годы она сумела сохранить и даже развить целое области, целое направление. Помимо того, что закрылся выезд, начались аресты лидеров. Причем аресты жесткие, с фальсификацией дел. Кто-то шел за хранение наркотиков или использование их, кто-то шел за торговлю антиквариатом. Одним из самых известных случаев был это Юлий Дельштейн, который был арестован, будучи молодым, талантливым, активным преподавателем Иврита. И статья его была полностью фальсифицирована. Ему было инкриминировано уголовное хранение наркотиков. По-настоящему я понял, что меня арестуют примерно недели за две до ареста, когда, скажем, пошла такая волна. И когда произвели у Саши Холмянского обыск, подсунули пистолет с боевыми патронами и его, естественно, замели. Тогда стало понятно, потому что у меня к этому моменту тоже провели обыск и подсунули наркотики. Получаю письмо. В ней это единственная строчка такая, предложение. Пишут там, Таня, не волнуйся, я сломал ногу. И все. В Советском Союзе все больницы были только на зоне строгого режима. И я в тот же день улетела в Улан-Удэ. И я пришла, вышел такой за ворота врач. Я ему говорю, ну как мой муж, как его нога? Он на меня так посмотрел и говорит, нога? Говорит. И смеется. Я говорю, что? Он говорит, послушай меня, дорогая, если, говорит, твой муж когда-нибудь встанет и вообще сможет сделать два шага, вот пойди в ближайшую церковь и поставь ему свечку. Выжить на самом деле не было никаких шансов. Это я знаю от врачей, потому что они как бы, когда меня перевезли на тюремную больницу в соседний большой город Улан-Удэ, на зону строгого режима Евжлаг, то врачи, вспомнив клятву Гиппократа, честно, значит, в моем присутствии говорили, а что его лечить-то? Он все равно сдохнет. А некоторые уголовники с ними не соглашались и наоборот меня всячески трогательно выхаживали. В тот день, когда я приехала, они привезли врачей первый раз. И после этого они действительно стали им заниматься. И даже дали мне с ним встретиться. Он ходил как на работу в эти прокуратуры с письмами и жалобами. А мне говорили очень, что по-третьему мы можем его комиссовать только если он потеряет две ноги, а у него только одна нога. А ему надо все внутри сшивать. Он, когда его одели в гипс, он сказал, я буду ходить. Ему говорят, как-то с ума сошел, кто ходит, невозможно. Он говорит, буду. В общем, он попросил, его поставили. И он начал медленно передвигаться. Он у них сидит как уголовный преступник. Вроде бы он хранил наркотики, непонятно за что. И каждый раз они его вызывали. Они его вызывали. Хотели уже сказать, скажи, что ты раскаиваешься. Он говорит, в чем? Он говорит, вот если я скажу, что я раскаиваюсь, мне же на руку не подаст. Но так как он первый раз и характеристики у него, в общем-то, неплохие, мы решили его освободить. Он виноват не на три года, а на два года и восемь месяцев. И эти два года и восемь месяцев заканчивались 5 мая. И даже 4 мая. И что интересно, что они его освободили ровно в день независимости Израиля. Кому было тяжелее, самим узникам или их женам, еще неизвестно. Им было тяжелее, потому что, как бы, ну все равно же, если ситуация тебе, она может тяжело, но о тебе же все заботятся. А о ней кто будет уже заботиться. Кроме того, я-то точно знаю, что со мной происходит, а они-то не знают. Важно было, чтобы информация доходила бы до Запада. Мы старались помочь наладить сам издат, который почти в Москве к этому времени был, в общем-то, задавлен. Мы давали информацию, и то, что давала Машка, то считалось, безусловно, как бы серьезным. Там очень важно было, что это был еще и рупор нееврейский, потому что экспресс-хроника, которая, как бы, тогда активно набирала обороты, и многие другие издания, они, в общем-то, получали информацию именно от нас. Я считаю главным итогом деятельности Машки то, что Машка оказалась единственной группой людей, которая взяла на себя, вернее, на нее упал этот груз, самый тяжелый, перехода от старой советской, как бы, жизни к перестроечной и постперестроечной. Вспоминаются даже такие интересные факты, которые никому неизвестны, например, помощь финских христиан подпольному еврейскому движению. Вот этот бюллетень, который вы видите, он был ввезен сюда финскими христианскими группами, которые приезжали финскими туристами. Этот бюллетень особым способом, значит, крепился на теле, ну, просто бинтами, да, они, значит, оборачивали тело, кто сколько мог взять. У меня рекорд, одна женщина, которая, значит, я видел, как она разгружалась, рекорд был 600 штук на ней находилась. Она выглядела примерно как женщина там 65-го размера, я не знаю, а когда она высыпала это все, когда мы ее развернули эти бинты и все, оказалась тоненькая девочка. На неком этапе перестройки у нас появились уже контакты со сотрудниками различных структур, в том числе, в первую очередь, и ЦК КПСС. И из этих контактов мы поняли, нам дали понять, что они нам симпатизируют. Их было несколько человек, но одним из них, самым ярким, я надеюсь, что вы с ним встретитесь, был Владимир Ильич Тумаркин. По распределению обязанностей стал заниматься именно, так сказать, просто правами человека, культурным сотрудничеством, отказники. Рождающиеся общественные движения – это оперативные данные о подпольных, всякого рода курсах, школах, изучении иврита. Иммиграция, которая тормозилась. Проблемы, которые устраивали законодательно или указами и приказами, которые обставляли просто чудовищно совершенно. Всех, кого выпускали – это вот эти платы за высшее образование, сдача орденов, это практически отъем дипломов. И много чудовищно, несправедливо и так далее. Мы тогда уже задумывали прототип, прообразы будущих законов о въезде-выезде. Прежде всего, очистить от чешуи какой-то несусветной, которым обросли все эти вопросы. Докопаться до более или менее реального состояния этих дел. Проблем очень много. Например? Существование первых отделов, безумного количества рангов секретности и владения гостайной, военной тайной, служебной тайной, степень допуска к подобного рода документам. Что? Автоматически предполагало отказ от выезда за границу, соответственно, отказ и при заявке на выезд на ПМЖ. Был случай, когда я, как говорится, злоупотребил служебным положением. Был тогда отдел въездов и выездов, куда приходили на собеседование. Звоню и спрашиваю, могу зайти по беспокою по одной деликатной теме, хотя бы прояснить и выяснить. Прихожу. Зачем вам это нужно? А? А он кто вам? Я говорю, вы знаете, никто. Ни дальний родственник, никто. Вот. Но помогает? В общем, я бы сказал, дело. Можно в порядке исключения, как это был такой клише и в переписке, и здесь, в порядке исключения, выпустить, отвечать, кто будет партбилетом. Я говорю, вы хотите сказать, чтобы я на себя пальцем показывал? Часто вы так выполняли, клали свой партбилет на стол? Не часто, но было несколько случаев просто очень-очень памятных. Жизнь людей, не скрывавших и говоривших, да, что они евреи, да, что они подвергались таким-то лишениям и такому-то астракизму, неважно, при поступлении на работу или в институт, и потом выбравших тот или иной способ борьбы за отстаивание собственной национальной идентификации. Это была группа Легачев, Крючков, Пуга и прочие, и между группой Яковлева, который примыкал Горбачев. Но именно в еврейском вопросе Михаил Сергеевич Горбачев принял сторону Яковлева. И, по всей видимости, благодаря как раз Александру Николаевичу Яковлеву, и, кстати, достаточно позитивной или такой активной поддержки Системны Шеварнадзе, вот я хотел упомянуть и эту фигуру, были открыты двери сначала для выезда тех, кто добивался активного выезда, то есть были выпущены большинство отказников. И самое главное, что после этого было дано разрешение на создание еврейских национальных институтов. Как-то сначала была зарегистрирована еврейская культурная ассоциация, потом появилось общество дружбы и сотрудничества с Израилем, потом была проведена знаменитая конференция в Риге, которая заложила основы и практически подготовила все документы для первого съезда Ваада. Я думаю, что все наше независимое еврейское движение уже в институализованном виде вышло из Машки, как русские писатели из Шенели Гоголя. Юлий Кошаровский трагически погиб в 2014 году. Тогда же ушла из жизни и Татьяна Эдельштейн. Михаил Членов и Роман Спектр и сегодня активисты еврейского движения в России. Александр Шмуклер – президент National Coalition Supporting European Jewry. Юлий Эдельштейн – спикер израильского Кнессета. Жизнь продолжается, в том числе и еврейская. Светлая память ушедшим. Это программа «Параллели событий. Люди» в эфире «Голосы Америки» и Нателла Балтянская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова